Прекрасно знает, каким образом у нас делаются выборы на протяжении последних десятилетий. Я просто хочу одну вещь сказать. В соответствии с законом, на республиканской избирательной комиссии, на территориальной избирательной комиссии, возлагается полномочия по проведению выборов. И там есть перечень полномочий, что они должны делать. В том числе и есть полномочия администрации, руководственности республики и администрации муниципальных образований. Что они должны делать. Я в связи с этим хотел бы сказать, что в этом году по пяти районам территориальной избирательной комиссии с помощью избирательной комиссии не допустили, отказали по пяти районам Компартии Российской Федерации, в Калмыцком отделении имеется в виду. Мы прошли через суды. В трех районах нам восстановили. Но, к сожалению, в двух районах Верховный суд отказал нам в связи с тем, что якобы мы допустили какие-то правовые ошибки, будем говорить, при продаче документов. Хотя я должен сказать, что, зная о том, что будут выборы, повсеместные муниципалитеты, в Народных Урал было внесено поправки в закон по выборам муниципалитетов. И что они там сделали? Они, значит, во-первых, я не знаю, почему в суде об этом и говорили, что нам, значит, в соответствии с законом сократили подачу документов, значит, верхнюю часть 5 дней и нижнюю часть 5 дней. То есть, получая 10 дней, забили нас, значит, 20-дневный срок, мы должны были документы подать, значит, заверить, а потом еще зарегистрировать. То, и в первую очередь, что самое непонятное, даже для судей было, каким образом мы должны были в последний день открыть счет. Если мы документы только сдаем, значит. На основании этого, значит, кружили голову всем. На основании этого многим партиям, значит, в том числе и справедливой России, и нам, значит, нам отказывали, в том числе, по-моему, еще каким-то другим партиям, отказывали, значит, регистрацию. Хотя мы прошли через это все. Значит, мы бились, как положено, в правовом поле, значит, походили все суды, значит, и писали иски, значит, Республиканские избирательные комиссии. К сожалению, значит, вот та ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, вот так и сложилась. Но хочу другое сказать. Когда поняли, что мы через суды зарегистрируемся в любом случае, значит, и существует срок, когда уже нельзя к нам и суды пройти, значит, и невостоящие организации избирательной комиссии, они что делают? Главы районных администраций и замы главы районных администраций, приглашающие людей, значит, они что делают? Они приглашают, значит, кандидатов от Компартии под угрозами, под, значит, прошениями какими-то и так далее, и так далее, они заставляют их писать заявление. Так было, значит, в Октябрьском районе. Вот скажите, в Октябрьском районе мы восстановили через суд. Ну, кто поверит, чтобы три человека после суда пришли и добровольно написали заявление? Ну, они тоже не поверят, правильно? А сейчас, значит, хотя я написал заявление, значит, силовые структуры, чтобы, как бы, что-то они, значит, урезонили, в конце концов, эти главы, да, что так нельзя делать, они нарушают закон, во-первых. Тем не менее, значит, они говорят, да, мы сами, говорит, написали, а кто признается, значит, окна, и вот в МВД говорят, они сами писали. Более того, значит, в Октябрьском районе, значит, нам сняли, и вчера буквально, вчера, просто буквально, значит, сняли еще одного человека. Тоже попросили. А вы знаете, как у нас просят? В Черноземерском районе, значит, так сняли 50 плюс 1, значит, и, значит, нам пришлось снять, ну, не нам, значит, а территориальной избирательной комиссии пришлось снять весь список. К сожалению. Я хочу, к чему этому говорю? Дело в том, что в связи с тем, что на сегодняшний день этот тандем, значит, деспубликанские избирательные комиссии, администрации главы, значит, а на уровне районов территориальной избирательной комиссии и администрации главы, они создали все условия для того, чтобы не допустить к выборам кандидатов и депутатов от КПРФ. Почему? И самое главное, что удивительно, пропускать только Един Россию, и ЛДПР. Об этом все знают. Странно. Почему? Потому что на поддержение, ну, последних, например, по крайней мере, я знаю, 15 лет, значит, мы всегда были и в сельских муниципальных образованиях депутаты были, и в районных муниципальных образованиях, в городском и везде были. У нас не было такого давления и угроз для того, чтобы, например, наши кандидаты снимались, значит... Вы первый раз столкнулись с этой ситуацией. Ну, почему? Мы сталкивались. Сталкивались, значит, мы доказывали, и такого не было, например, чтобы глава администрации, значит, вызывал и говорил, снимай, значит, свою кандидатуру, потому что мы так хотим. Вот этого не было никогда. А через суды, суды были у нас, мы восстанавливались, сидели. Это было на протяжении, значит, ну, я говорю, десятилетий, будем говорить. Ну, вот это впервые, почему я обратился, значит, так, и впервые обратился на силовые структуры, когда просто люди нагло, бесцеремонно, бессовестно заставляют, значит, людей, достойных, кстати, людей, снимать свою кандидатуру таким образом. Ну, я еще раз говорю, если, например, полковник милиции, значит, снимает кандидатуру, так, это о чем-то уже говорит, потому что угрожает его детям, угрожает, значит, и жене его, в связи с тем, что она работает в какой-то там организации. Я об этом откровенно говорю, открыто. Каким образом дальше будем действовать, значит, ну, посмотрим, потому что на сегодняшний день идет подготовка, все прекрасно знаете, к выборам. У нас, значит, в девяти районах у нас еще остались кандидаты, конечно, идет давление, сегодня, например, идет давление, значит, о том, что проснимали. Более того, что удивительно, в Акибуржском районе глава, значит, возглавляет список, сегодня, значит, взял, буквально, наверное, неделю тому назад отпуск, значит, ездит сейчас по коллективам, агитирует. Но агитирует не за себя, а против кандидатов, значит, коммунистской партии. Коммунистской партии, тем, что удивительно вообще, вот вы голосуете против них. К сожалению, такое есть, и он нарушает закон. Он, во-первых, нарушил закон, когда, значит, он зарегистрировал его кандидатом, да, нарушил, а сейчас нарушает закон, соответственно, мы не имеем права своих оппонентов, там, скажем, да, о них плохое что-то говорить, их там просить, чтобы их там поснимали. Закон запрещает эти вещи, говорит, во время дефицционного периода. Но, к сожалению, вот правильно сказали, ребята молодые пришли, вот им сказали, чугуни, да, вот они будут утверждать, говорить, что это не свинец, а чугунь, вот они так и работают. Далеко мы пойдем с этими, значит, ну, нукерами будем говорить, да, сложно говорить. Ну, я думаю, что, значит, на сегодняшний день население наше, избирательные наши поймут, что таким образом, значит, когда отсекают людей и таким образом проводятся выборы, они, наверное, понимают. И хотел бы вот в одном поддержать, значит, санала. Вот я тоже обращаюсь, значит, членам участковых избирателей комиссии, которые 13 числа будут, значит, избирать новый состав, новый созыв муниципалитета, значит, все-таки вы еще раз подумали, если вы хотите сесть в тюрьму, то делайте, естественно, вот это заугодничество, да, которое вы делаете. Вы, конечно, можете к такому позорному концу прийти, но я самое главное хочу сказать, у нас есть случаи, когда просто человека, который, значит, осудили, после этого он никому не нужен, понимаете, от него все отвернулись. И глава администрации, которая требовала от него, значит, закидывать эти все дела, друзья, так сказать, да, и еще и с работы попросили, сказали, вы нам такие, как говорится, не нужны. Я просто не хочу фамилии называть. И в городе, кстати, такие случаи есть, когда, значит, человека просто, значит, освободили от должности председателя избирательной комиссии, значит, и после этого он никому не стал нужен. Поэтому я прошу вас, подумайте, прежде чем вот такие вещи делать. Более того, вы же нарушаете уголовное право и избирательное право. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете и не допустите, по крайней мере, значит, вбросов и разных там других нехороших дел. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Даллнхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы». И образец гаданий «Даллншиндже. Гаданий по бараней лопатке». Представленный в очерке народного поэта-калмыки Константина Эрендженова это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке «Мендифт Эн Би». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание. Как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране. Субтитры создавал DimaTorzok